Доброе утро, уважаемые трейдеры! Возможно и весьма вероятного сценария еще даже с конца прошлой недели, что по причине наличия на рынке серьезного событийного риска, который был приурочен и сведен к возможной агрессии такой тарифной администрации США и в частности Дональда Трампа, этот событийный риск проявил себя накануне во всей красе, потому что Трамп подписал президентский меморандум, который предполагает введение импортных тарифов, собственно, как и ожидалось, в адрес Китая. Ну и наверняка, друзья, вы уже в какой-то мере ознакомились с общими новостными сфотками, содержанием того, что сейчас на рынке обсуждают. Именно факт принятия подобных действий в отношении Китая можно считать фактом начала уже развязанной полноценной торговой войны Китай. Точно в долгу не останется и, разумеется, может пойти на ответные меры. Какой бы инструмент мы сейчас не стали бы анализировать с вами, нам придется уже делать поправку на то, что новая реальность такова, что Трамп продолжает гнуть свою линию исключительно санкционного, ограничительного характера. Вы наверняка также могли уже не то чтобы заметить, может быть, знаете, особенно тех, кто уж внимательно следит за фундаментальным фоном, то, что команду Трампа продолжают покидать все новые и новые люди. В частности, сейчас речь уже о кадровых перестановках юристов, нацбезопасности. И основная причина — это непреодолимые противоречия. Собственно, точно такая же формулировка используется зачастую в бракоразводных процессах. Но это явно доказывает тот факт, что Трамп имеет четкую позицию по определенным вопросам, тактическим, стратегическим, геополитическим. И эта позиция не выдерживает никакой критики и не может быть подвергнута каким-либо противоречиям и сомнениям. Поэтому те, кто в его команде начинает высказывать альтернативную позицию, очень долго на позиции не задерживаются. Поэтому кадровая очистка продолжается. Это серьезный геополитический риск, друзья, не только в моменте, реализованный уже по факту вчерашнего дня, но и риск, который может быть причиной не совсем тех тенденций, на которые мы настраивались, ставя на укрепление курса доллара и слабости рисковых инструментов. Но, опять же, это лишь вероятность того, что рынок не оправится от этого и будет придерживаться дальше исключительно трейдинга и инвестирования в защитные инструменты. Это будут причины, из-за которых доллар будет слабеть, а рисковые инструменты расти. Да, этот сценарий может быть реализован, но еще не вечер. Я считаю, что мы должны как минимум держать руку на пульсе, следить дальше за новостным фоном, ну и быть все-таки преданными ряду инвестиционных идей, которые, возможно, имеют под собой более долгосрочные основания и аргументы того, чтобы действительно повлиять на динамику, нежели чем локальные риски, панические настроения и переживания трейдеров за то, что же будет дальше. Вот поскольку я уже сделал акцент на то, что решение Трампа, по сути, повлияло на все финансовые инструменты, я предлагаю подробнее сейчас разобрать и начать с нефтянки, которая вчера демонстрировала нисходящую динамику. Мы связали это с тем фактом, что все-таки на рынке действительно присутствует большое количество продавцов. Я надеюсь, что кто-то из вас разделял мою позицию и ставил именно на рост активности американских производителей эти продавцы. В буквальном смысле, в любой момент, при первом же хорошем случае, готово снова вернуться к тенденции распродажа нефтянки. Но тогда, когда, скажем, пять ключевых первых новостей о рынке нефти касается эскалации напряженности на Ближнем Востоке и продолжение вот этой торговой войны со стороны США, конечно же, медведям приходится одержать оборону и локально выиграют сейчас покупатели. Вот как в целом сейчас мы можем использовать ситуацию, связанную с новыми торговыми барьерами в отношении Китая. Ну, здесь тоже есть два подхода, друзья. Я считаю, что нужно их смотреть оба, а потом уже прийти к выводу, какой является более интересным. Ну, во-первых, если торговая война действительно началась, и если следом за действиями, которые предприняли США в адрес Китая, последуют аналогичные меры в адрес уже Соединенных Штатов Америки со стороны Китая, а далее уже со стороны других государств, то в конечном счете это все приведет к реальному замедлению темпов экономического роста мировой экономики. Стабильность и рост мировой экономики — это гарант определенных показателей спроса на энергетику, на черное золото, и в данном случае на нефть. Соответственно, если есть риски того, что темпы экономического восстановления могут пострадать, значит, и есть причины, по которым эти торговые барьеры могут использовать продавцы, чтобы ослабить цену на нефть. Ну, и альтернативный сценарий, он, наверное, судя по тому, что мы по-прежнему находимся сейчас довольно высоко по нефтянке, для многих является более интересным. Альтернативный сценарий связан с тем, что если Трамп сейчас ведет такую войну на разных фронтах и на Ближнем Востоке, и с азиатским регионом, и не только, даже вспоминая про первый пакет тарифов в адрес Австралии, еврозоны по импорту и алюминию, может быть, действительно это все прелюдия, либо часть вот этого долгосрочного статистического плана, который, в конце концов, на определенном этапе дальше нас приведет к новым действиям от США в адрес установления дополнительных барьеров уже для ближневосточных стран. И тут мы с вами вспоминаем вот про встречу, которая прошла между принцем Саудовской Аравии и Дональдом Трампом, встреча, которая снова усилила опасения того, что Штаты могут занять более жесткую позицию в отношении Ирана, могут расторгнуть международную сделку по заморозке ядерной программы, которая была также гарантом снятия санкций со стороны Ирана. И сейчас все может снова вернуться в освоение. То есть и установлены барьеры воды с Ирана, вследствие которых на рынке возникнет реальный дефицит приложения. Сейчас также говорят о том, что Трамп может принять аналогичные действия в отношении Венесуэлы, то есть тоже запрет на экспорт. Ну и, разумеется, разворачивая и развивая дальше эту ситуацию, формируется то условие, которое может позволить пенсировкам нефти расти. Но, опять же, друзья, хочется здесь отметить, что я бы, пожалуй, присоединился к длинным позициям, если бы у нас фон был исключительно таковым, мы бы могли смело говорить о сокращении предложения, о дефиците предложения. И это, в конечном счете, могло бы привести к снижению переизбытка мировых запасов и создать еще более весомое основание для роста цен на нефть. Но у нас есть регион, который реально от этого выигрывает, от всего, что сейчас происходит. И вот так сложилось, что этим регионом являются Соединенные Штаты Америки, которые, создавая условия для ограничения предложения на глобальном рынке, тут же со своей стороны это предложение компенсирует рост. Вот почему я считаю, что короткие позиции все-таки должны быть оставаться приоритетами. Я считаю, что мы будем получать основания, из-за которых эту статистику, то есть статистику по росту активности американских производителей, будем отыгрывать и дальше. И лично я пока не могу позволить себе все-таки занять длинные позиции в расчете на то, что котировки бренда улетят выше 70 долларов за баррель. Может быть, поддерживают меня сейчас немногие трейдеры, но знаю, что по вашим комментариям, по тем сообщениям, которые вижу на форуме о маркетинге, большое спасибо всем за активность. Знаю, что многие также разделяют такую же позицию. Друзья, нам нужно быть верными тем тенденциям, которые сложились в нашем понимании, и тенденциям, которые являются более стоящими, более аргументированными, и ждать, когда же цены все-таки снова пойдут ниже. Напоминаю, что до конца этой недели, то есть до конца текущей торговой действий, у нас еще есть отчет Baker Hughes, количество нитяных терминалов. Напоминаю, что эта статистика является индикатором активности американских производителей. И сегодня мы можем перевалить снова за юбилейную отметку 800 единиц, которая давно уже не поддавалась, и, возможно, рост количества терминалов выше этого уровня станет хорошим подспорьем для активизации опродажа. Также еще один момент, связанный с эффектом пятницы, когда после состоявшегося ралли перед выходными трейдеры фиксируют свои позиции. Это тоже аргумент, почему котировки могут все-таки ослабить. Поэтому я считаю, что мы можем придерживаться позиций на сейл. Мы не должны забывать то, что и прошлой неделе стало неделей, по результатам которой были обновлены исторические показатели по добыче нефти в США. Напоминаю, что производство нефти возросло на 26 тысяч баррелей до 10,4, и рост будет продолжен и дальше. Поэтому ждем сегодня Бейкер Хьюз, верим в распродажу нефти и надеемся, что рынок нас услышит. Рубль 57.24. Собственно, при ослаблении цены на нефть мы видели и соответствующее давление на курс рубля. Плюс ко всему, сейчас против российского валютного инструмента будет действовать и еще потенциальный кризис на рынке ликвидности из-за той ситуации, которая может возникнуть, если американские долговые облигации будут расти дальше, и этот рост станет залогом оттягивания, лучше сказать, даже перетягивания ликвидности с развивающихся рынков, потому что действительно ставку будут делать именно на эти активы. Долгое время облигации поддерживали рубль, сейчас даже по динамике я посмотрел, интерес к этим бумагам явно оснижается. И опять же, это отражение все-таки тех рисков, которые имеют место быть для российской экономики. Это отражение риска, который прежде всего базирован на том, что многие верят в ослабление цен на черное золото, ну и соответствующую реакцию рубля в связи с этим. Дальше идем. Доллар японская иена. Я думаю, что не будем снова останавливаться на позиции американского регулятора по процентным ставкам. Самое главное, что был негативный, конечно же, момент в виде комментариев Джерома Пауэлла о том, что он не видит признаков дороста инфляции, и по его мнению, до конца этого года ставки будут повышены. Это важно. Это разочаровало трейдеров, потому что даже мы с вами искренне верили в то, что намеки будут сделаны все-таки в пользу более крутой траектории изменения процентных ставок, и мы рассчитывали на то, что ставки повысят трижды. Пока мы работаем с новыми вводными, но у ФРС, как это было еще и при Джаната Елен, семь пятниц на неделе, поэтому при сохранении позитивных трендов на статистике, по статистике разных секторов американской экономики, эти ожидания будут очень быстро пересмотрены, снова в сторону повышения. И я абсолютно не удивлюсь, если мы через пару месяцев после серии сильных отчетов по рынку труда снова начнем активно закладываться под три повышения процентной ставки до конца этого года. По статистике, чтобы усилить опять же этот фон, связанный с ожиданиями более жесткой позиции, еще пару отчетов, которые вышли вчера, заявки на пособие по безработице 229 226, даже несмотря на символичный прирост. Это статистика очень хорошая, потому что посмотрите на данные, с которыми мы работали на протяжении последних двух-трех лет, и вы сможете убедиться в том, что это один из самых минимальных показателей. Явно рынок труда прогрессирует, и об этом мы, собственно, слышали от представителей ФРС и от Джерома Пауэра. Сфера услуг 54.1 выше 50, выше вот этого переломного момента, уровня, который отделяет рецессию от восстановления. Соответственно, поддержка, ну, сфера услуг, безусловно, кроется в высокой активности потребителей. При достаточном росте заработных плат, я думаю, что этот сектор будет дальше только улучшаться. Ну, казалось бы, эти отчеты можно было использовать для роста доллара, но, как я уже отметил вчера, в 19.30 по московскому времени был подписан президентский меморандум, и Трамп поручил уже в срок 15 дней подготовить, опять же, набор, скажем так, список, импортируемых со стороны Китая товаров на общую сумму эквивалентных показателей в 60 миллиардов долларов, в отношении которых будут действовать импортные тарифы в размере 25%. И это новость, собственно, и обрушила вообще рынки, буквально сокрушительные потери несла американская фонда, и хорошо, потому что мы американский фондовый рынок продаем, и вот, чтобы далеко от него не отходить, СНПС, мы сейчас посмотрим, находится на отметке 2627. Друзья, мы все ближе к той заветной планке 2500 пунктов, и если нам удастся все-таки ее достигнуть, это будет астрономический профит, потому что мы, по сути, используем потенциал коррекции больше, чем в 20%. Я надеюсь, что вы продавали американский фондовый рынок, неважно даже, какой из индикаторов, NASDAQ, Dow Jones, S&P, вы все равно будете находиться в солидной прибыли. Чтобы, опять же, закрепить результат по этим импортным тарифам, я думаю, что можно снова сделать акцент на то, что торговая война начала разворачиваться. И, как говорил Стивен Мнучин, то, что они пытаются придумать, скажем, и найти решение, которое позволило бы сократить дефицит торгового баланса США, не за счет наложения импортных барьеров на товар, поставляемых со стороны партнеров, а за счет, скажем, увеличения экспорта со стороны США, мы видим то, что что-то пошло, видимо, не так по их плану, потому что США, видимо, предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления и просто ограничить приток продукции и товаров со стороны, в данном случае, Китая. Я думаю, что эта новость будет центровой, основной и на следующей неделе, но, наверное, большую часть негатива рынок уже заложил в стоимость инструментов, в стоимость активов, поэтому впереди выходные, это хорошо, это позволит рынку успокоиться, немного переосмыслить, в принципе, дальнейшие позиции, ориентиры, и со следующей недели уже, возможно, с меньшей степени вернуться к торговле и спекуляциям на финансовых площадках, а с меньшей степени, я имею, закладываясь под вот эти геополитические риски. Если раньше мы готовились к этому сейчас, это решение принято, это уже реальность должная, но нужно, собственно, двигаться дальше и работать с новыми вводными, и именно в них искать ответы на то, что с инструментами произойдет дальше. Я надеюсь, что на следующей неделе у нас все-таки будет с вами возможность в большей степени поставить на укрепление курса доллара, хотя бы против рисковых инструментов. Фонд против американца, вчерашнее заседание Банка Англии, которое в соответствии с ожиданиями оправдало настрой трейдеров, рассчитывающих услышать комментарии по поводу готовности проведения более жесткой политики, так все и было. Ставку оставили на ближнем уровне, объем выкупа активов тоже, пересмотрены прогнозы экономического роста с небольшим повышением, но самое важное, собственно, Банк Англии допустил возможность повышения процентной ставки в мае, аргументируя это последними сильными отчетами по инфляции и по роничной продаже. Кстати, роничная продажа действительно на многомесячных максимумах, полтора процента в годовом выражения и 0,8 процента в месячном выражении прироста, хотя до этого, то есть, получается, два месяца назад у нас был спад на 0,2 процента. Значит, мы сейчас готовимся к маю, готовимся к тому, чтобы ставку повысит. Повысит, соответственно, готовность со стороны Банка Англии сделать это сейчас даже позволяет нам уже спекулировать на том, что ставки будут подняты дважды. Поэтому я предлагаю, как и раньше, сохранять длинную позицию по британцу и ждать уровень 1,45. Доллар канадец на текущий момент котировки 1,2913. Постепенно восстанавливаемся, отыгрываем ранее утраченные пункты. Сегодня канадская валюта является самым интересным, пожалуй, инструментом с точки зрения содержания календаря, поскольку 15-30 на сроничные продажи и инфляция. И в случае снижения лицепотребительских цен, разумеется, канадец покажет очень мощные медвежья ралли, которые мы попробуем использовать, чтобы добраться до отметки 1,31. Цели по USD-каду тоже довольно высокие 1,33-1,35. Не знаю, какой уровень, кажется, вам достаточный для того, чтобы фиксировать профит. Но по мере, скажем, близости даже первого рубежа 1,33 мы еще раз вернемся к тому, что делать дальше и примем, скажем, совместное решение. Почему я абсолютно уверен в том, что доллар канадец будет расти? Ну, потому что я верю в слабость нефти. Я понимаю, какие могут возникнуть проблемы у Канады в связи с... Даже в свете принятых вчерашних решений Трампа о новых тарифах. Это явно та позиция, которая доказывает нам, что Трамп не очень-то охотно идет на какие-то конструктивные переговоры и диалог, который направлен на какие-то компромиссные, опять же, пути выхода из ситуации. Трамп принимает решение, которое, по его мнению, соответствует интересам американской экономики. А интересам американской экономики соответствует расторжение торгового соглашения НАПРО. Вот с этой идеей я думаю, что мы будем работать и дальше, и малейший риск. Это серьезный повод для дополнительных распродаж канадцев. Ну и вчера еще у нас выступление Каролины Вилкинс, это заместитель председателя Банка Канады, она прямой вот комментарий изменения ставок, то есть повышения в ближайшее время на следующих заседаниях может привести к негативным последствиям для экономики. То есть сейчас Банк Канады будет миллион раз думать, прежде чем снова поднять процентную ставку. Я считаю, что именно вот этот комментарий и сказался вчера в динамике канадца позволил нам подняться вот с тех минимальных уровней, которые были достигнуты из-за роста котировок нефти. По европейской валюте, собственно, вчера из интересных отчетов можно было выделить данные по бизнес-оптимизму от ИФО, вслед за отчетом от ЗИУ. Статистика в очередной раз разочаровала, поскольку действительно промышленность еврозоны сейчас по настроениям явно не на подъеме, поскольку риски в виде дорогой валюты, риски в виде усиления протекционизма со стороны США, который болезнен для всех экспортно ориентированных экономик, и в данном случае еврозона, разумеется, в их числе. Конфликт с еврозоной тоже очевиден, мы о нем говорили последние несколько недель. Сейчас речь идет об обсуждении тех тарифных барьеров, которые были установлены в отношении импорта стали и алюминия. Дело дошло до ВТО, собственно. Если будут какие-то интересные новости по этому поводу, я думаю, что вы в первую очередь увидите это в курсах валют, но я, разумеется, буду держать вас в курсе по новостям и по тем наговоренностям, которые будут интересны для рынка. По европейской валюте, думаю, друзья, мы уже с вами определились, как мы действуем, мы сохраняем короткие позиции, потому что верим в рост доллара и верим в то, что евро, в принципе, может вырасти дальше только в том случае, если без таких либо откатов будут окрепчать защитные инструменты. Но мы вроде бы как уже определились, что большая часть негатива, скорее всего, рынкам уже отыграна. И у европейской валюты была вчера возможность, скажем, подрасти, сделать больше фигуры, но эта возможность не использована. А сейчас уже на старых, скажем, дорожах, я думаю, что серьезного движения мы и не увидим. Собственно, продаем евро, как и раньше, ретир 1.20 и 1.21. Это ближайшие цели, которых мы ждем. Из событий сегодняшнего дня, рунчная продажа инфляции в Канаде в 15.30 по московскому времени. В это же время выйдет отчет по заказам товаров длительного пользования США. Посмотрите по ожиданиям, тоже ожидается неплохая статистика. И в 20.00 Бейкер-Хьюз, количество нитильных терминалов. Ждем прироста и ждем как раз вот давление, о котором я говорил в начале, брифинг. На этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, хорошего закрытия недели. Ну и, условно, замечательный выходной. Увидимся с вами в понедельник, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.